Проблема имеет несколько направлений. Это вопрос с имуществом и вопрос по земле. Вопрос с имуществом, о чем речь? О том, что за эти годы верное имущество граждан находилось в распоряжении, и он им бесконтрольно распоряжался. В том числе известно несколько эпизодов, когда имущество разными способами выводилось из предприятия Айдар Агра, кооперативная форма ведения хозяйства, в частное предприятие Айдар Миросы. Обращение по этому поводу в правоохранительной системе имеется, и вот наш визит именно в этом и заключается. Понять, почему долгое время этот вопрос не рассматривается, растягивается, тем самым не применяется закон тем лицам, которые нарушают. А там очевидно, что незаконно были отчуждены виноградники, есть много эпизодов от незаконного отчуждения сельхозтехники. И с этим нужно разбираться. К сожалению, вопрос очень долго волокитится. Это первая часть вопроса. Второй вопрос – это вопрос земли. Законодательство определяет порядок взаимоотношений между арендатором и арендодателем. Договора, которые предполагаются при этих обстоятельствах оформлять, должны соответствовать определенным требованиям закона. Если они не соответствуют этим требованиям, они являются де-юре с момента заключения недействительным. За этот промежуток времени господин Капсамон пользовался землей людей. Обязательства перед людьми не выполнял, в том числе и не выполнял обязательства перед государством. Предприятие «Айдар Агро» в прошлом году, 5 сентября, по предприятию запущен процесс банкротства. И долг перед бюджетом этого предприятия составляет свыше 3 миллионов лей, в том числе свыше 1 миллиона лей, перед советом, перед примарией села Гайдар. Это достаточно огромная сумма, что отрицательно сказывается на всех областях социально-экономического развития нашего родного села. И, естественно, каждый из граждан не безразличен к этому. Поэтому, понимая, что дальше хозяйство это недееспособно, и он сам об этом написал многим гражданам, что он не в состоянии с экономической точки зрения дальше вести хозяйство, стал расторгать частью граждан договора. Обозначив расторжение с частью, основная масса тогда решила, или большее количество людей, а их свыше 400, к вводчику, решила выйти. И вот сейчас вопрос противостояния. Он не хочет их отпустить. С миром предприятие Айдар Агро, кооператив бывший, он запущен, он банкротится. А частное предприятие Айдар Миросы тоже не в состоянии вести хозяйство, потому что за прошлый год уже по новому предприятию Айдар Миросы уже имеется долг перед премарией 120 тысяч, насколько помятнее, не заменяет. Поэтому, то есть, опять же, идет наращивание долгов при одновременном невыполнении обязательств перед гражданами. Пора этому процессу поставить точку. Все эти нюансы, подробности я знаю. Меня интересует ваша личная роль. Что вы сегодня, какую роль выполняете? Сегодня мы решили прийти к прокурору и потребовать. Первое, чтобы прокуратура как правоохранительная система отреагировала свойственными ему способами и средствами по поводу тех нарушений, которые имеют место по отношению к собственности и по отношению к земле. Я правильно понимаю? Моя земля, я сдаю в аренду. Моя земля, моя проблема. Если я хочу ее решить, то я ее решаю, как бы, вот, собираемся из ЦИИ или со из ЦИИ, много нас, пишем одно заявление, идем в суд. Почему, как вы думаете, вы как депутат, вы представляете интересы этих людей, почему они это не сделали? Вы понимаете, в суд не должны идти они. В суд должен идти Капсомон Георгиевич и доказать, что у него на руках есть договор, который соответствует всем нормам действующего законодательства. Наши же граждане один раз, когда обожглись, они стали изучать самую проблему поглубже. И в этой связи они, каждый из них достаточно глубоко ознакомлен с действующим законодательством, в том числе и с процедурой заключения договоров. Я все понимаю, я все понимаю, хочу получить ответ на свой вопрос. Люди не пошли туда, заявление не написали, добровольно Капсомон туда не пойдет, его кто-то должен вызвать по поездке. Значит, чтобы его вызвали, надо, чтобы люди туда обратились. Не совсем так. Понимая, что договора изначально были с Капсомоном заключены неправильно, неюридически неправильно, Впоследствии они решили выйти, расторгнуть, при этом заключить договор с другими экономическими агентами в соответствии с действующими законодательствами. Это они сделали, это первый шаг. Дальше они обратились в примарию. И примария, как орган, который уполномочен осуществлять ту задачу по вопросу земли, И, в принципе, этими занялась. Была сформирована, по заявлению граждан, была сформирована Советом земельная комиссия, Которая занималась разрешением этого вопроса. И результатом деятельности этой комиссии было А. Выделение земли каждому кодчику. И в зависимости от того, как кодчики соорганизовались вокруг нескольких экономических агентов, Были выделены, соответственно, этим экономическим агентам земля. Теперь речь идет о том, чтобы исполнить это решение. Но для этого есть правоохранительная система. Правоохранительная система должна обеспечить исполнение законного органа.